Далее, переходим к следующему видео. Смотрите, какая превьюха. Так, видео называется «Колхозный панк Стас. Удивляется, что его вызвали на допрос по доносу, как при любимом сралине». Смотрим. Бля, сушь-то. Подожди, так Штефанову нельзя руками-то бить, по понятию. Короче, они походу в одной косте окажутся. Ну, во-первых, осуждаем пропаганду гомосексуализма. Во-вторых, блядь, как будто бы Штефанов был против этой хуйни, как бы. Тип, как в этой самой, в сказке, да. То есть, как бы, делай что угодно, только не бросай в терновый куст. Да, как Заяц говорил волку или кому-то, кто его поймал, койот какой-то. Как бы, делай со мной что угодно, только не бросай в терновый куст. Так же и здесь. То есть, Стас еще будет оплачивать, как бы, блоками сигарет, чтобы Штефанова петушили. Да, и Штефанов такой, типа, блин, я думал Рождество только один раз в году. Осуждаю, осуждаю такие призывы, блядь. Да, какая-то... Ты прямо, знаете, это, блядь, вот реально, это профессор Мариаттик, сука, написать! Штефанов, блядь, прощай. Ну да, когда ты Стасян, то кто угодно, блядь, профессор Мариаттик. Кто угодно Бояршинов, а что угодно Ядерная Физика. И кто угодно Мариаттик. У меня заявление и снять ролики, что я написал на него заявление. Вы себе представляете, блядь, этот улей? Короче, Штефанов, ты по жизни петуха чмо, но я, блядь... Профессор Штефаниарти. И Шерлок Стасянс. Стасян Холмс. С лупой такой смотрит. Это элементарно, Ватсон. Сейчас я вам докажу, что в США нет свободы слова на примере женщины из Пакистана. Если я сяду, я надеюсь, ты присядешь со мной, и там тебя сделают петухом еще раз. Уже позвоним с кем понятием, блядь. Давайте, нахуй, ребят, если меня сажают, все массово пишите, блядь, на Штефанов заявление. Потому что это нихуя не смешно. Блядь, крысы и мрази, я не знаю, нахуй. Вот таких вот крыс и мрази, блядь, я не встречал еще. Штефанов, штефанов, блядь. Блядь, даже, что значит, не встречал еще, а как же, блядь, этот самый Потапинка-то со шестигранником. Просто если Стасяна послушать, то у него в окружении только такие люди, в общем-то, и находятся. Ну и в зеркало, я так понимаю, он тоже не смотрится особо. Какая-то аудитория стала, на твою сторону, какая-то на мою, я ему пишу, в комментарии прикреплю к этому. Я ему пишу, все, давай, блядь, закончим это, давай, пактами нападения, блядь, давай, друг друга трогать не будем. Он отказался, потому что, видите ли, ему выгодно, блядь, просто... Пактами нападения, блядь, между Штефановым и Стасином. Блядь, какие сука, у меня, у меня ребра заболели от смеха. Да, потом в 4 утра, короче. Одним летним днем в 4 утра. Значит, кто-то на кого-то, значит, нападет. Блядь, какая свечная хуйня. Пактами нападения со Штефановым. Просто распространять про меня клевету? Он же что-то вкинул, подрезал мою фразу, из контекста вырвал, подрезал фразу, вставил, блядь, да? Я нахуй отвечу сразу ему, ему придет аудитория моих хейтеров, блядь. И все, да? И как вы правы? Понимаете, почему я от подкаста... Их борьба, как говорится. ...им слился, потому что это крыса, блядь. Он постоянно какую-нибудь провокацию готовит, чтобы меня выставить виноватым. Видите, в этом мире есть человек, которого Стасян может назвать крысой. Понимаете? Вот так вот. То есть обычно все происходит как бы несколько иначе. Реально, пишет, блядь, заявление у меня на какой-то хуй... Я там вообще ни при чем был. Он пишет на меня, блядь, заявление и начинает снимать ролики о том, что я пытаюсь его посадить, блядь. У меня просто в голове не укладывается. Вот, в общем, я сейчас пытаюсь узнать все подробности, видно, придет... Эх, Штефанов, Штефанов. Что? На выделение ехать, я хуй его знаю, что там будет. Сейчас пришлют... Что же ты делаешь со Стасяном-то? Все документы, блядь, что мне там надо? Ну, короче, пиздец, вот. Как бы вот такая вот хуйня. И тут мы можем авторитетно заявить. Штребух, ты тварь вербованная. Давай, рассказывай нам теперь, что маленькая пиписька, это не стыдно. Так, а это сейчас откуда? Из каких чертогов подсознание это вылезло? Да, как-то так.